Сегодня в школах наравне с обычными ребятами учатся и дети с особыми потребностями. Они играют, решают задачи, учат стихи и получают знания вместе с классом. И по мнению специалистов Министерства образования и науки, такой подход правильный. Ведь если ребенок плохо слышит, или у него не стопроцентное зрение, или же на учебу он ездит на инвалидной коляске, это не повод лишать его возможности учиться в классе со сверстниками. Это часто поднимает вопрос среди других родителей, что не будет ли это мешать как бы моего нормального ребенка обучение. Так что это, конечно, вопрос. И здесь на сегодняшней конференции уже в этом первом блоке много говорилось о том, что исследование показывает, что для детей, для образования очень хорошо, если очень разные дети учатся вместе. В таких непростых ситуациях очень многое зависит от самого учителя. В большинстве случаев стоит позабыть модель, где существует единственно правильный ответ на вопрос, который знает учитель, и дети должны зазубрить его. Сегодня эта модель устарела, и чтобы дать детям больше возможностей для творчества, развития мышления, европейские специалисты предлагают посмотреть на процесс обучения в таких смешанных школах по-новому. Как сделать так, чтобы учителя были бы готовы? Потому что это все-таки ключевое слово в этом процессе. Ребенок всегда самый важный в учебной процессе, но в данном случае, вот в этой перемене понимания, идеологии, ценности, здесь ключевое звено — это учителя, чтобы они переосмыслили бы свою деятельность, переосмыслили бы вот такие педагогические, может быть, самые важные моменты, которые немножко отличаются от того, что мы, может быть, в свое время учили как педагоги в университетах. Отдельно на конференции говорили и о важности и роли опорных специалистов — логопедов, психологов, соцработников, деньги на которых порой приходится из государства выбивать. И это при том, что роль психологов возрастает. Ведь не только детям нужна их помощь, порой и учителям нужен совет. Как лучше решить проблему не совсем обычного ребенка, как лучше помочь. Причем тем родителям, которые сетуют, что в классе их детей есть не совсем обычные соученики, можно точно сказать, что совсем здоровые дети, которые учились со своими сверстниками, с особыми потребностями, становятся добрее, сердечнее и лучше понимают проблемы и трудности собственных родных и близких.